Неиссякаемая тема для бесед и обсуждений. Речь про капитальный ремонт многоквартирных домов. О последних новостях будем говорить с генеральным директором фонда капитального ремонта Олимпиады Епифановой. Олимпиада Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Я постоянно читаю последние новости. Нашла такую информацию. В Свердловской области собираются повысить плату за капитальный ремонт. То есть размер ставки за квадратный метр в Брянской области такая же ситуация. А вот и жителям Чувашии что ожидать? Ежегодно утверждается минимальный размер взноса на капитальный ремонт. И мы наверняка все уже проследили, что из года в год размер взноса немного меняется. Если первоначально у нас в 2014 году размер минимального взноса составлял 5 рублей 20 копеек, то в следующем году 5 рублей 50 копеек. И сейчас у нас в этом году в текущем 5 рублей 80 копеек. Соответственно, сейчас уже тоже имеется проект постановления Кабинета министров, где рассматривается вопрос об увеличении минимального размера взноса. Увеличение предусматривается только на индекс-дефлятор. В нашей республике значительного увеличения не будет. То есть счет идет именно на копейки, а не на целые какие-то рубли. Да. А как в Чувашии собираются средства? Как с процентом собираемости и самое главное, как с расходованием? Потому что, опять же, процент экспертов Российского народного фронта на счетах региональных операторов к концу года по России собралась сумма в 34 миллиарда рублей взносов граждан. Как у нас с этим? Я бы, конечно, сначала в первую очередь начала бы с того момента, что как у нас собирается за последние месяцы, да, вот за конкретно сентябрь месяц, мы собрали 89% к начисленному. Это, конечно же, значительный процент, если смотреть в процентных соотношениях, которые были у нас первоначально. Да, чуть больше 50, да, по-моему, переваривали. Да, ну, в принципе, в прошлом году, да, 53-54, вот так в среднем мы шли. Если смотреть в этом году, да, действительно, собственники, те, которые регулярно не оплачивали или не понимали, нужно платить или нет, еще были в колебаниях. Но сейчас же, видать, это колебание уже переломилось, и платежи поступают. В основном много платежей поступает именно от собственников, которые ни разу оплату прежде не производили. Вот. И, конечно же, в среднем процент, конечно, у нас собираемости на уровне 72%. Ну, мы собрали миллиард 80 на сегодняшний день, и расходование, конечно же, уже начато с прошлого года. Ежегодно утверждаются краткосрочные планы на территории каждого муниципального образования Чувашской республики, потом сводятся в общереспубликанские и передаются на исполнение к нам. Мы конкретно выполняем работы по капитальному ремонту в домах, которые формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, как бы, скажем, в общем котле. Вот. А те дома, которые, значит, накопление ведут на специальных счетах, они самостоятельно, значит, планируют свои работы и, конечно же, выполняют капремонт. Вот из специальных счетов в прошлом году был у нас такой дом по городу Чебоксара, который фактически полностью капитальный ремонт выполнил в своем доме. И так как у них средств не хватало, они даже пересмотрели минимальный размер взноса в сторону увеличения. Они, значит, с квадратного метра собирали по 6 рублей. Вот почему спрашиваю про расходование. Хотелось бы задать вопрос по конкретному дому. Это улица Гагарина, дом 3, дробь 2. Там очень сильно изношена электропроводка, полвека ее не меняли. И вот городская администрация обещала, что на сэкономленные средства до конца года они все-таки проведут ремонт. Вот что это за механизм такой, что за процессы. Действительно ли можно успеть до конца года или это уже нереально сейчас делать? Значит, в отношении экономии действительно. Мы, когда, значит, предначально краткосрочно планируем план, соответственно, расчеты ведутся в основном по предельной стоимости, установленной на тот или иной вид работы. Конечно, по факту исполнения мы принимаем выполненную работу в соответствии с актами выполненных работ. Там может быть и удешевление. Соответственно, получается определенная экономия. Сегодня у нас на реализацию программы капремонта направлены 4 источника финансирования. Это фонды содействия реформирования ЖКХ, бюджеты Чувашской республики, местные бюджеты вливают в свои субсидии. И, конечно же, средства, которые накопились у регионального оператора в общем котле. И когда это образуется экономия, в общем-то, по итогам, подведенным итогам, они никуда не теряются. Они направляются на следующие объекты. Вот еще одна новость тоже последних дней. Комитет Госдумы по жилищной политике ЖКХ планирует внести на рассмотрение парламентарии вопрос отмена для собственников квартир, плата за капремонт домов старше 30 лет. Вот это то, что думаете по поводу этой инициативы? Что она даст? Ну, конечно же, это право депутатов принять или не принять. Такой законопроект. Но на сегодняшний день хотела бы я отметить, что все-таки в первую очередь ремонтируются дома, которым уже срок службы более 30 лет. Сегодня, например, в основном такие дома 40 лет, 30 лет, 50 лет в эксплуатации, которые уже побывали. То есть это основные платильщики, наоборот, как раз? Ну, платильщиками являемся все. Все дома, которые включены в программу капитального ремонта, все оплачивают. У нас 5 тысяч 33 многоквартирных дома, вот в программе, они все производят оплату, значит, по взносам на капитальный ремонт. Может быть, тогда, наоборот, дома таки составляют большинство, да, в жилфонде? Да, я считаю, что фактически, ну, на мой взгляд, платить должны все, если мы являемся собственником помещений. Если будет такой закон принят, конечно же, будем исполнять его. Если опять сравнивать Чувашево с другими регионами, вот, например, до Нижегородской области, там на сайте их рекоператоров можно, вот, мне говорили люди, которые там живут, зайти, найти по своему адресу свой дом, свои, там, какие-то, значит, квартиры, и посмотреть, когда, в каком году будет сделан капремонт, какие работы, может быть, даже какие компании уже там выбраны, да, на эти работы. У нас такое есть что-то или планируется в ближайшем будущем? 30-летняя программа, она принята, она опубликована, она также есть на нашем сайте, вот, за ним можно проследить, но сегодня многие, вот, слышали, наверное, возмущение среди населения, что нас отнесли на 40-й год, да, вот, например, там, когда мы там до этого капитального ремонта доживем. Фактически, я бы отметила, ну, за два года выборочным капитальным ремонтом мы уже охватили порядка 19% домов, которые уже включены в программу. Значит, если такими же темпами мы будем продвигаться, мы уже не за 30 лет два раза капремонт пройдем, а не то, что по одному разу. То есть, двинуться, да, сроки пораньше? Да, пораньше. И сейчас как раз я отмечу, что есть нормативные документы уже вот в проекте, да, что по актуализации программы. То есть, региону дано право, региону дано право, они могут пересмотреть сроки выполнения капитального ремонта единожды. Вот. Соответственно, с чем сейчас проект постановления Кабинета Министров подготовлен, находится на согласовании, если вы его примут. Ну, вот, конечно же, будут немножко сроки перемещены, наоборот, не в дальний срок, а в ближние сроки выполнения. В отношении, значит, того, что вы сказали, что на сайте можно проследить все, у нас тоже сайт очень довольно-таки широкий. У нас создан, значит, личный кабинет. Можно зайти в личный кабинет, создать себе пароль, логин получить и посмотреть свои платежи, когда произвел, какая сумма поступила на счет рекоператора, да. То есть, также прозрачно работает. Да, также можно распечатать квитанцию, если мы дома имеем, значит, компьютерную технику и принтер, можем распечатать квитанцию, если вдруг мы по какой-то причине утеряли ту квитанцию, которая пришла к нам, да. И это все возможно. И также у нас на сайте все раскрыто в отношении, значит, платежей в разрезе многоквартирных домов, муниципальных образований и также лицевых счетов. Сейчас можно посмотреть по каждому лицевому счету, сколько начислено, сколько оплачено, сколько пеней начислено, сколько оплата произведена. Еще вопрос тоже частного характера. Почти два года мы платим за капитальный ремонт, до сих пор приходят такого рода вопросы. Например, в кооперативный дом приходят две квитанции, да, за капитальный ремонт с начисленными пенями и без них, например. Вот это, как ситуацию эту можно объяснить? Ну, я так полагаю, бывает, вот у нас порядка десяти домов в Чебоксарах есть такие, которые, да, у них способ разночтения, способ формирования фонда капитального ремонта. Первоначально, значит, собственники приняли решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете. И они этот протокол не довели до Государственной жилищной инспекции, которая нас сегодня контролирует, да, за полностью реализацией программы, и не довели регионального оператора до нас, получается. То есть, они просто платят на свой счет, но не уведомили, да, кого-то? Да, СССР открыл специальный счет и выставляет квитанции. А в соответствии с нормативным документом муниципального образования, значит, этот дом отнесен в общий котел. Соответственно, мы его исполняем, отправляем, значит, квитанции, платежный документ, и, значит, находим такой фактор, что действительно две квитанции. Ну, я думаю, тут нужно найти соглашение между ТСЖ и региональным оператором. Мы с ними разговоры ведем в этом плане переговоры, путем переговоров. Многие вопросы уже утрясены. Спасибо, вы более-менее прояснили ситуацию. Я напоминаю, о последних новостях в сфере капитального ремонта мы говорили с генеральным директором фонда капитального ремонта Олимпиады Епифановой. Редактор субтитров А.Семкин